урок 4 на предыдущем уроке мы практически поставили петуха на ноги сегодня мы свяжем ему лапы итак берем красную нить вяжем делаем петлю закрепляем вяжем 6 столбиков затягиваем петлю и в первую петлю предыдущего ряда во втором ряду провязываем 2 2 столбика теперь провязываем петлю столбик во вторую петлю столбик а в третью петлю снова 2 столбика опять в одну петлю один столбик во вторую петлю второй столбик получили 8 столбиков по кругу провязываем теперь по восемь столбиков 4 ряда провязали 4 ряда всего получилось сначала вязание 6 рядов теперь в эту уже петлю в последнюю провязываем второй столбик провязываем второй столбик получается 2 100 столбика с одного бока провязываем теперь 1 2 3 4 и в эту же четвертую провязываем еще одну петлю пятую и так у нас получится по кругу 10 столбиков заканчиваем этот ряд в нем у нас 10 столбиков по кругу провязываем еще раз 10 столбиков вот провязали еще 10 столбиков второй второй раз и теперь в эти в боковую петлю в боковую петлю снова провязываем второй столбик прямо то что уже было провязано и продолжаем вязание вяжем 5 столбиков каждую петлю 1 2 3 4 5 5 теперь в шестую петлю мы провязываем 2 столбика 1 2 3 4 5 провязываем каждую петлю по столбику теперь получилось 12 столбиков провяжем по кругу один раз и так от начала вязания у нас 9 рядов последнем ряду у нас 12 столбиков теперь находимся сбоку от лапы так сказать на лапе сбоку и в начале вязания теперь мы делаем 1 и 2 провязываем столбика в по одному столбику в каждую петлю следующего ряда провязав два столбика возвращаемся назад посчитаем прям вот так отсюда в 1 2 3 4 в четвертый столбик обратно так втыкаем крючок и провязываем столбик таким образом мы закругляем и получаем палец из четырех столбиков вяжем его так теперь по кругу 1 2 2 3 4 и снова 1 2 3 4 так провяжем 6 рядов по 4 столбика 1 2 3 4 5 еще один ряд вяжем 6 1 2 3 4 5 6 теперь из этой же петли провязываем второй столбик следующую петлю 2 2 столбика провязываем 1 2 таким образом расширяем сустав пальца еще два и в четвертый тоже 2 мы в седьмом ряду сделали 8 столбиков теперь следующий ряд чтобы провязываем целям socket на одни основные отверстие мы наоборот делаем из каждой петли провязываем 2 столбика в 1 следующая peace 1 2 2 столбика в один и снова один и два и два столбика в один и последний раз последний вот этот вот столбик мы его тоже провязываем образуется такой коготь заострение пальца коготок закрепляем отрезаем нить и протягиваем ее внутрь вот так протягиваем внутрь зацепив из самого кончика за край этой нити и тянем ее сюда внутрь пальца вот такой получается у нас коготок с расширенным суставом теперь берем следующие две петли один и два потом берем напротив две петли один и два и тоже провязываем палец после этого снова один два три и четыре провязываем по кругу и вяжем третий палец точно так же как вязали здесь шесть рядов по четыре столбика седьмой ряд восемь столбиков а восьмой ряд закрываем по два столбика вместе пока не образуется один кончик коготь вот так вот набрали и вяжем второй палец вот так связано уже два пальца и теперь набираем третий палец начнем его с угла вот отсюда захватим нить чтобы не было там дырочки просто захватываем лишнюю петельку как бы завязываем теперь провязываем один столбик второй третий и четвертый и переходим в первый один два три и четыре и так по кругу снова шесть седьмой расширяем восьмой заужаем девятый продолжаем заужать как и восьмой по две штуки пока не закроем до одной петли воздушной и втягиваем отрезаем нить и втягиваем ее внутрь будет три пальца связанных не довязав в конце пальца последние не закрыв последние две петли оставим маленькую дырочку делаем разметку на проволоке длиной как вот два пальца вот эти и согнув где-то вот тут вот вот такую отрезаем кусок проволоки заправляем его в эту дырочку заводим вот так проводим внутри пальца разворачиваем и до следующего до конца следующего пальца и натягиваем проволочку вот так сгибаем ее и размещаем там внутри закрываем третий палец провязывая еще два вот этих можно в принципе сразу закрыть и пропустить в дырочку но чтобы не растягивать лучше сразу вот так по две штуки закрыть последние петли отрезать втянуть нить внутрь заправить эту нить чтобы была в начале привязывания третьего ряда прячем первую нить которая начинала начало вязания нашего все нити заправляем все убираем вот такая чистая лапка получается и мы берем петуха и вот эту часть которую мы вот тут сгибали немножко разровняем и заведем ее вот приблизительно на таком расстоянии вот тут в серединку в любое из отверстия вязания вот так вот заведем протолкнем в середину пальца до конца продвинем чуть-чуть дальше растянем засунем пяточку обратно вот туда вытащим назад и дальше протолкнем вот это вот вот эту часть соединим с этой повернем и выведем ее вот так на центр то есть пятка плоская и это посредине выходит видите теперь ниточку иголочку и пришиваем эту деталь к этой вот такие получились лапки и теперь нужно им придать такой немножко более живую естественную форму для этого нам нужно вот так придержать здесь согнуть вверх придержать здесь согнуть вниз и точно так же каждый палец вверх и вниз и снова вверх и вниз вот такие когтистые расширенные согнутые как положено пальчики получились более живые теперь мы можем поставить петуха и он будет стоять подписывайтесь на мой канал ставьте лайки делитесь с друзьями и вы получите сообщение когда выйдет следующий урок вязания петуха